Добрый день, друзья! Сегодня готовим праздничный рулет, который украсит любой новогодний праздник, будь то день Святого Николая, Новый год или Рождество. Нам понадобится 3 яйца, 100 г сахара, 50 мл растительного масла, 110 г муки, 1 ч.л. без горки разрыхлителя и ванилин по вкусу. Это количество продуктов рассчитано на форму 25 на 35 см и выйдет он в пределах килограмма. Еще нам понадобятся красители, красный и зеленый, подойдет любой, гелевый в порошке или вот такой самый простой в сахаре. Мы его будем растворять в воде, об этом позже. Для начала взбиваем бисквит. В дежу миксера отправляем яйца, сахар, ванилин и растительное масло. Все взбиваем минут 10, пока масса станет белой, пышной, увеличится в объеме. Разрыхлитель отправляем в муку и перемешиваем. Форму я буду использовать 23 на 23 см, это меньше необходимо. Я хочу сделать еще несколько капкейков. Форму обязательно застилаем пергаментом. Когда яично-сахарная смесь взбита, отправляем в нее, просеивая муку с разрыхлителем. Взбитое масло может быть немножко жиже обычного бисквита, это из-за растительного масла. По остальным же признакам она должна быть аналогичной, пышной, белой и увеличится в объеме. Тесто перемешиваем вручную или на самых-самых маленьких оборотах миксера. Нам необходимо сделать тесто двух цветов. Разлить поровну легко, не взвешивая, можно с помощью двух одинаковых пиал. В каждую отправляю столовую ложку воды, в которой растворен краситель. Готовое тесто перекладываем в два кондитерских кулечка. Я буду использовать многоразовые силиконовые, но одноразовые подойдут отлично. У меня готовые отверстия диаметром 1 см. Переливаю тесто и верхушки закрепляю обычной резинкой. В одноразовых, если длины достаточно, удобнее завязать узел. А чтобы тесто не убежало через отверстие внизу, я его закрепляю обычной прищепкой. В одноразовых кулечках не срезайте кончик, пока не наполните их тестом. Наполняем форму, чередуя полоски разного цвета. Делать это нужно быстро, а тесто достаточно жидкое, поэтому брызги могут попасть на форму. Ее необходимо протереть, чтобы не горело в духовке. Из оставшегося теста делаю капкейки, наполняя их вот таким способом, как вы видите на экране. Ровно в центр отправляя одинаковое количество теста, чередуя цвета. Новогоднее оформление и разрез этих капкейков будет у меня отдельным видео. Рулет и капкейки я отправляю выпекаться вместе. Здесь важно учитывать самое главное правило. Изделие выпекается тем дольше, чем оно толще, а не в зависимости от объема. Спустя 15 минут я проверяю рулет и он готов. А капкейки нет. Я достаю рулет, а их допекаю еще 10 минут. Готовый рулет я перекладываю на тканевую салфетку, убираю пергамент и сворачиваю рулончиком. Так его удобно будет наполнять. Это можно сделать и с помощью пергамента. Пока рулет остывает, приготовим начинку. Я буду делать творожную. 250 грамм творога превращаем блендером в пастообразную массу. 80 миллилитров сливок и 50 грамм сахара. Немножко ванилина взбиваем. Взбиваем до полной готовности. Не пугайтесь, если крупинки сахара немножко не растворились. Хотя можно взять и сразу пудру. Отправляю творог и на маленьких оборотах миксером перемешиваю. Не взбиваем, а именно перемешиваем, чтобы крем не стал жидким. Он должен получиться вот таким гладким, плотным, однородным. Для красивого зимнего праздничного фруктового разреза нам понадобятся мандаринки. У меня пошло 4 штучки, но это зависит от их размера. Разворачиваем остывшую основу и отправляем на нее крем толщиной приблизительно 5 миллиметров. Немного не домазываем до краев, так как рулет нужно сворачивать плотно и крем будет выдавливаться. В моем случае у меня низ немножечко не сомкнулся. Но это не страшно. Швом я отправляю на тарелку. Если же вы будете делать полную порцию и длина вашего рулета будет на 10 сантиметров длиннее, края рулета вне зависимости от размера мандарин обязательно сомкнутся и даже перехлестнутся. Оставшимся кремом заполняем пустоты с торцов и оформляем вверх. Новогоднее рождественское лакомство готово. Вы точно не удивите своих гостей. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, если рецепт вам понравился. Подписывайтесь, если вы на моем канале впервые. И обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых интересных рецептов. Всем приятного аппетита и до новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok